Речь пойдёт с Сергеем Сергеевичем Харужем. Это философ современности, с которым многие из нас были знакомы. И Харужий, как философ, насколько я понимаю, начал с изучения эсихазма. Значит, он утверждает в своих тоже некоторых лекциях, довольно таких простых, прохристианских, что эсихазм – это ядро православного христианства. Он представляет эсихазму как некую школу монашества, которая строится на молитве, на Иисусовой молитве. В ней есть несколько идей. В частности, одна из главных идей, может быть, даже самая главная идея – это идея синергии. Поэтому он, поздний Харужий, создал направление под названием синергийная антропология. Потому что, изучая эсихазм, он оттуда извлёк идею синергии. Значит, идея синергии там какая? Идея синергии там в том, что в процессе практики человек в идеале достигает некой точки, где он, его энергия соединяется с божественной энергией. Вероятно, по нашим моделям, это точка Христа как раз четвёрка. Как Гена её сам тоже назвала четвёркой. По матрице 7 на 7 – это, по всей видимости, есть точка 4-4. И, как бы, это есть вот такая базовая центральная позиция. Не базовая, а ключевая. Ключевая, вот, в, соответственно, в эсихазме – это достижение этой точки, когда энергия, именно здесь важно понять энергии. Что это не просто какое-то интеллектуальное постижение, да? А это вот некое энергийное, то есть, как бы, Бог в вас вошёл. – Переживание. – Переживание, да. – Вы вступили в контакт с Богом, Бог не входил. – Да. Ну, энергии, божественная энергия, как бы, у вас… – Вы вступили с ними в контакт. – Каким-то образом начинает у вас функционировать. И это происходит по воле Бога. Причём я помню, что Гена это тоже часто, как бы, нам рассказывал, когда он рассказывал, «Матрица 7 на 7». То есть, это не есть, как бы, чистое достижение. Ну, согласно, вот, христианству всей этой эсихазской теме, это не просто есть результат ваших личных усилий, это, как бы, некая благодать, которая на вас нисходит от Бога. Это вот азы, и это называется синергия. – Оля, всё-таки, точню. Но он исходит благодаря вашей деятельности. То есть, вот там Илюшка устает, но если он правильно делает, то он уставать не будет, потому что к нему потечёт ещё и божественная энергия. А если он где-то отклоняется от гармоничного действия, то он начинает уставать. Ну, вот, чуть-чуть ещё я цитат приведу, что синергия есть сработничество Бога и человека. Восхождение к Богу – это цель духовного опыта. И этот процесс построен по принципу лестницы. Здесь цитируется лестница, там, чья-то с лестницей. Я пока не разобралась. – Ну, я анализ-тричник. – Да, это дополнительно. Вот, исихия вообще переводится как уединённый покой, безмолвие, молчание. То есть, это некое вот молчание, которое, ну, в общем-то, видимо, имеется в виду молчание к социальным отношениям, ну, вот, молитва, направленная к Богу. – Ну, отсюда, в частности, заповедь. Там, не суди, не суди будешь. Молчи. А эзотерическое. Не знаю, эзотерическое, скрытое внутреннее учение. Вот. Внутреннее относительно чего? Относительно внешнего. То есть, есть, ну, неофиты, скажем, ну, дети, которые родились. Им сразу эти, рассказывают, там, молчи. А что он и разговаривать не научится. Понимаете? Поэтому для внешней паствы есть свои слова, свои этапы. И когда человек дозрел, если он устремляется, тогда ему открываются глубины внутреннего учения. И он уходит от фисихазма, молчания с помощью этих практик. А для внешних они остаются, приходят в церковь, ставят свечки, там, за упокой, за здравие. Вот просверые яд, там, когорчик с ложечки хлебают. Все хорошо. Если им этого хватает, это внешняя часть учения церковная. Так. Значит, есть еще практики умного делания, тоже в фисихазме. Значит, ну, тут та же самая идея соединения ума с сердцем, как бы спускание ума к сердцу, что-то такое. Но я это в подробностях тоже не изучила. Но название мне понравилось. Но есть тексты Григория Поломы, который, в общем, считается главным автором поисихазму исторически. Вот. Если кому-то будет интересно. Вот. И термин «обоженье». Значит, ну, вот это есть как раз, как бы, когда божья благодать снисходит. Я понимаю уже, может, даже следующая фаза после синергии. Ну, как бы, такая уже большая порция, что ли, этой божьей благодать. Значит, соответственно, синергийная антропология по Хоружему – это вот антропология учения о человеке. Немножко теперь, как бы, к расшифровке Наташкиного доклада. Антропология учения о человеке, синергийная антропология, насколько я понимаю, в принципе Хоружева – это вот его попытка создать учение о человеке, которое вот эти вот все идеи исихазма впитает в себя. То есть, будет человека рассматривать как вот такую, ну, что ли, заготовку для того, чтобы он рано или поздно слился с Богом. Ну, то есть, такое наукообразное описание исихазма. Да, да, наукообразное описание исихазма. Вот. И отсюда дальше он пытается, как бы, действительно уйти от предыдущих, там, Аристотеля и прочих. Вот, он рассматривает те понятия о человеке, ему чего-то не достает, и он пытается, вот, как бы, строить новый концепт человека. Включая какие-то аналогичные, там, Фуко, как мы знаем, практики себя он включал, там, еще какие-то, которые были близкими. Да. Ну, я в это уходить сейчас не хочу, я, как бы, общее понятие каталога. Значит, теперь, о чем, зачем я все это кинула сейчас изучать и вам это все рассказывать. У нас с вами грядут майские праздники традиционные, и в результате мучения о том, как назвать и что делать в эти майские праздники, Ген толкнул идею синергийной антропоники. Значит, как вы помните, тему антропоники мы тоже уже лет пять, наверное, как-то обсуждаем, шевелим в контексте того, что если антропология – это научный подход, учение о человеке, то антропоника по ассоциации с гидропоникой – это, как бы, выращивание человека. Соответственно, это больше акцент на практическом подходе, нежели чем теоретическом исследовании, кто такой человек. Но синергийность берется по-прежнему, как я понимаю, как центральное понятие, то есть антропоника строится на идее синергии. Само по себе выращивание человека происходит за счет достижения синергии. Но, как бы, так понимаю, генины концепты, что мы отступаем в некотором смысле сразу от синергии с Богом к синергии с человеком, рассматривая синергию более широко. То есть синергию не только как цель достижения вот этого состояния синергии с Богом, но еще и состояние синергии с разными людьми и с миром, с какими-то объектами мира в целом. Ну, с помидорами, например. Ну, с помидорами, да, чтобы их посадить. У него есть своя жизненная сила в семени хранится. И вот, и если с ним в резонансе помогать, как бы, ему, он помогает нам, врастая хорошим, спелым, плодовитым, как бы, кормит нас. Взаимное сотрудничество такое получается. Симбиоз, да? Да. Ну, и вот идея эти 10 дней, 1-10 мая, посвятить тому, чтобы сконцентрироваться на идее синергийной антропоники. То есть выращивание человека за счет синергии. Научиться достигать синергийных отношений между собой, нам. И, ну, в самом идеале, видимо, вот прийти и к такой глобальной энергии синергии с Богом. Как бы, там, с некими, к четверке. Вот это мой доклад, мое сообщение, вопросы. Вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok